всем привет сегодня мы поговорим на чем легче и лучше рисовать на планшете или на холсте пока я рассуждаю вы можете слушать меня и смотреть как я создаю портрет акварелью давно не рисовала и очень соскучилась по этой техники так как все мы на самоизоляции магазины закрыты рисую очень редко традиционным способом акцент делаю на digital art когда я рисую на планшете я немного расслаблены и понимаю чтобы нарисовать круг мне достаточно нажать на комбинацию клавиш или есть например один глаз красиво нарисован второй глаз вам лень и рисовать помощь приходит копипаст и вуаля все готово если у вас нет фундаментальной базы и вы сразу начнете рисовать на планшете очень долго придется учиться так фотошоп создан для того чтобы упростить сам процесс рисования в нем можно экспериментировать цветами если совершил ошибку то можно не перерисовывать весь рисунок а быстро подкорректировать кнопочками сделав шире или уже к примеру традиционным способом немного сложнее тебе приходится думать напрягать свои извилины чтобы не испортить рисунок и нарисовать с первого раза не перерисовывая люди которые занимаются традиционным артом немного сложнее переходить на digital так как навык и привычка выработана годами когда я переходила на планшет я также продолжала рисовать вместо того чтобы выучить комбинацию клавиш и использовать их мне примерно понадобился месяц чтобы привыкнуть нему использовать все эти фишки и рисовал я не так часто и считаю что это дело привычки постепенно традиционный арт умирает и ценность на такие картины будет повышаться то есть все переход на дичь там потому что это легче и экономнее чтобы рисовать традиционном стиле тебе приходится вкладываться в бумагу акварель карандаши и так далее чтобы понять какими материалами художественными тебе интересно работать надо экспериментировать и это обходится очень дорого если в дальнейшем собираетесь заниматься профессиональным также у художественных материалов есть свойство заканчиваться а если ты купил себе планшет графически то рисуешь себе сколько угодно если вы хотите добиться эффекта постели или акварели digital то достаточно выбрать кисть традиционного вам придется разориться на акварель или постели поэтому большая часть художников постепенно будет переходить на диджитал арт в целях экономии и спроса бывают еще такие моменты когда хочешь сменить материалы например сейчас я очень редко рисую карандашом только на заказ перешла на акварель и диджитал если вы хотите действительно научиться рисовать то рекомендую сначала научиться держать карандаш и рисовать на бумаге а потом переходить на планшет хотя все зависит от того где вы себя видите в дальнейшем расскажу немного про себя сначала я научилась рисовать карандашом и потратила на это умо времени когда переходила на акварель мне было намного легче хотя было непривычно то понимание того как рисовать у меня уже было такой же переход у меня был на диджитал немного было непривычно но тоже быстро освоила чем мне еще нравится тем что я рисую и не думаю о том что у меня завтра или послезавтра закончатся материалы еще одно преимущество цифрового искусства положил сумку планшет и рисует там где тебе вздумается в традиционном арте не очень удобно носить весь арсенал художественных материалов когда приходите в художку вас обучает традиционному искусству это рисовать шары кувшины и так далее это конечно все не интересно но эту базу которую вы получаете вы используете в дальнейшем как в традиционном стиле так и в диджитал и там доводят ваш навык до автоматизма когда вы видите художника который рисует в диджитал с легкостью и круто поверьте он потратил много времени чтобы достичь такого уровня за всем этим стоит труд и навык на которые были потрачены годы и самое приятное в традиционный то что когда вы берете в руки готовую работу нарисованной акварелью или карандашом сам факт того что несколько часов тому назад это был просто чистый лист а сейчас крутой портрет получаете эмоциональное удовлетворение нежели в цифровом формате так как он находится где-то в папке на рабочем столе вот такие плюсы и минусы рассказала вам исходя из собственного опыта принимать решение конечно же вам всем пока